Привет, увлеченные аудиолюбители! Добро пожаловать в мой аудиокошмар! Сегодня в рамках повышения нашего с вами уровня оценки колонок и акустических систем в целом предлагаю сравнить две популярные модели популярной датской компании Дали это модель Аберон 9 и Аптикон 6 Как говорил экклезиаст, не говори о чего, прежде не одни были лучше нынешних потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом Ну, возможно, старик и ошибался Однако, выверенные годами, эти две модели популярны, интересуют людей поэтому мы сравним их лообразное примененное средство для достижения высокого качества звучания в обоих случаях, наверняка найду своих поклонников и своих отрицателей Итак, давайте посмотрим на эти модели Итак, Аберон 9 Эта модель, выполненная на двух басовых динамиков по 9 дюймов и 7-дюймовом среднечастотном динамике и третьей полосой высокочастотной венчается Титр, причем увеличенного калибра 29 мм в отличие от 1-дюймовых обычно применяемых Каждый из этих динамиков представляет собой венец инженерной мысли Ну, от компании Дали в частности То есть, каждая конюшня, каждая лаборатория разрабатывает свой путь к достижению высокой верности звучания И у них это, соответственно, вы, наверное, знаете в обзорах этих систем я и другие обозреватели многократно говорили, что там используются интересные магниты, интересный материал диффузоров интересная форма диффузоров интересное решение корпусов, фазоинверторов То есть, каждая из этих моделей вообще из любых моделей а эти две являются венцом соответственных линеек Допустим, каждая из этих моделей содержит в себе такой набор, знаете, пучок опций которые выделяют ее среди других Итак, трехполосная система Ebron 9 и 2,5 полосная Opticon 6 Здесь пряменные динамики совсем вроде бы маленькие 6,5 дюймов включенная как полторы полосы вместе и плюс полторы полосы это составной гибридный, так называемый, твиттер В обзоре этой модели вы можете внимательно это все рассмотреть и на сайте это все подробно описано но, казалось бы, 6,5 дюймов вот такой небольшой динамик это примерно оно, как у меня, как у меня вот этот вот динамик всего-то и два таких динамика вот образуют ударную мощь как бы этой модели Opticon 6 но практика показывает, что они довольно уверенно развивают высокое звуковое давление достаточно для применения для комнатного прослушивания в составе компонентной аудиосистемы довольно высокого класса ну, приличного класса, скажем так который можно уже предъявлять какие-то требования по музыкальности по верности звучания и так далее эта модель, конечно, меньше по габаритам это, конечно, больше это выполнено по классическому дизайну трех полоски это выполнено как 2,5 полосная плюс полторы полосы твиттер составной в общем, давайте я вам на сайте лучше далее это покажу потому что проще так или иначе придется показывать хоть люди и говорят, что зачем ты нам рассказываешь то, что на сайте есть мы сами можем посмотреть но, тем не менее, давайте пробежимся легонько я вам сейчас скриншот этот за свечу итак, Аберон 9 вот он перед вами еще раз применяются интересные решения в магниты, например диффузоры вот этот купольный твиттер вот так вот выделена камера для верхнего динамика это среднечастотный динамик он в своей камере, разумеется, работает но это все известная вещь и вот все же к спецификации перейдем гарантированность работы от 35 герц до 26 кгц рекомендуемого исчислителя вы все видите вот динамики перечислены которые я вам как бы тоже назвал чувствительность всего 90,5 дБ что можно было бы ожидать и побольше частота кроссовера 780 герц отделяет среднечастотный динамик от басовых динамиков и 3400 отделяет купольный твиттер от среднечастотного динамика ну такая интересная хороший хороший раздел не низкий такой раздел здесь и довольно высокий раздел здесь то есть места для среднечастотного динамика ну достаточно правда габаритового таким образом я не знаю зачем такой большой 7 дюйм ну им виднее конечно просто пытаюсь проанализировать как бы я это делал как бы я объяснил работу этой системы в этом плане да ну купольный твиттер сказал максимальный SPL 113 дБ ну и трехполосный дизайн понятно номинальный импедант в 4 Вм хотя к этому мы еще вернемся Аптикон 6 перед вами тоже давайте сразу перейдем к спецификации вот она частотный диапазон повыше 49 видите здесь был 35 герц частоты кроссовера и так 800 герц отделяет один басовый динамик от другого то есть это есть 2,5 полосы дизайн 200 отделяет верхний динамик от твиттеров составного гибридного твиттера который в свою очередь делится на 14 килогерц то есть другими словами купольный твиттер 29 миллиметров где он вот он отделяется от планара то есть он вообще не фильтруется сверху насколько я понял делая обзор этой системы измеряя работу этих динамиков просто от 14 килогерц добавляется еще и планар и они как тут написано в описании вне сун вот это вот воспроизводят высокие частоты ну к интересному решению этому можно из позитива добавить то что получается всем сестрам по серьгам то есть и нашим и вашим то есть любители купольных твиттеров увидят здесь купольный твиттер приличного класса отдали а любители чего-нибудь ленточного или планарного получают свой планар вот вместе они якобы закрывают все вопросы однако от себя могу добавить что закрывая одни вопросы обычно создаются другие то есть абсолютным решением это конечно не стало в индустрии и можем только оценить и выразить свое отношение к такому решению то есть нравится не нравится считается избыточным для вас не приносит тех ожидаемых там результатов вносит допустим некий раздел частотный который вносит соответственно фазовые искажения которые в конечном итоге в общем-то портят переходные процессы и сигнал в целом однако да расширяет частотный диапазон до 30 кГц линейность и так далее и так далее кстати вот плюс-минус 3 дБ а здесь кстати тоже плюс-минус 3 дБ ладно хорошо максимальная SPL 110 дБ то есть на 3 дБ меньше чем предыдущая модель что и не мудрено потому что динамички использованы 6,5 дюймов как я сказал две штучки а там целых 2 9 дюймовых еще и среднечастотник поет вот что еще можно отметить 8,108 дБ чувствительность то есть на 2,5 дБ меньше чувствительность чем у большенькой колонки оберона 9 и номинальный импеданс 4 ооо мы такие дела дорогие друзья кстати чтобы два раза не ходить давайте сразу рассмотрим кривой импеданс этих двух моделей для того чтобы оценить как настроены порты фазоинверторов как решены как решена эта задача в обоих случаях ладно давайте сравним объективные возможности резонатора этих систем объективные возможности имею ввиду конечно в басовом диапазоне перед вами кривая импеданса оптикон 6 нас больше интересует настройка порта фазоинвертора но и однако можем отследить отсутствие просадок импеданса во всем рабочем диапазоне частоты вот это вот кривая импеданса оберон 9 здесь тоже просадок хотя вот ниже 4 ома немножко есть тут даже до 3 ом опускается но надо сказать это не критично однако что же по басам давайте посмотрим сложим эти кривульки вместе получим вот такую вот картину из которой ясно что оберон 9 настроен очень заметно ниже конкурента то есть я приблизительно бы оценил в 30 герц настройку порта фазоинвертора этой модели оптикон 6 40 42 герца примерно вот такие вот дела то есть посмотрим как это скажется на звучании ну ладно примем к сведению и посмотрим как эта глубина настройки глубина тюнинга скажется на звучание давайте послушаем как звучат эти модели живьем на моем старом наборе трека просто для сравнения для того чтобы понять подачу этих систем конечно слушать для выбора нужно слушать лично причем желательно в одном помещении на одном материале но это малореальная ситуация поэтому я предлагаю вам то что есть записано впрочем это было в одном помещении одним и тем же оборудованием одним и тем же набором треков возможно расстановка микрофона немножко но все-таки двух и трехполосный дизайн имеет свое отличие я еще собираюсь сделать видео сравнив свои сезоны свои колонки которые делал в двух и трехполосном дизайне чтобы тоже показать вам эту же разницу чтобы вы могли оценить различия двух и трехполосного дизайна напольных акустических систем или полочных акустических систем короче говоря полноформатных акустических систем с целью определения для себя выбора оно вам надо или нет то есть цените ли вы вот эти вот затраты которые идут на трех расширение полос до трех и сделайте свои выводы и так слушаем пишем комментарии буду рад вашему отзыву до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...